Очереди на границе, таможенное законодательство и автоматизация пунктов пропуска. Эти вопросы сегодня во внимании президента. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Поскольку структура важная, ее работа всегда под контролем, в том числе и президента. Ко всему Владимир Орловский в должности чуть меньше года. Это еще один повод для Александра Лукашенко встретиться с главой комитета. Что касается итогов работы таможенной службы за 8 месяцев, то в республиканский бюджет поступило почти 6,5 миллиардов рублей платежей, контролируемых комитетом. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Отмечается и рост потока грузовых автомобилей через нашу границу. По этому случаю глава государства сегодня еще раз отметил, что необходимо и дальше заниматься обустройством пунктов пропуска. Также президент поинтересовался, как идет работа в условиях давления со стороны Запада, которая не прекращается. И как на границе поддерживают попавшие под санкции белорусские компании. Активно работаем против тех мер, которые нам пытаются навязать. И кое-что уже навязано. Я имею в виду санкции. В этой ситуации, конечно, роль таможенного комитета велика. Как мы помогаем нашим компаниям в этой ситуации, нашим предприятиям. Потому что давление на границе, тому давлению санкционному, ну, вы понимаете, что это будет уже излишне для наших компаний. А вот поддержать их, в том числе и в таможенном плане, а может быть и согласовав со странами Еврозес, и прежде всего с Российской Федерацией, возможно, мы здесь что-то еще найдем дополнительное для того, чтобы наши предприятия, наши компании чувствовали себя более уверенно в этот санкционный период. И очень важно, как у нас тут обстоят дела. Наши западники вечно обвиняют в том, что мы контрабандой занимаемся. То сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно в плане наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно. Как здесь обстоят дела? Что касается незаконного перемещения наркотиков и психотропных веществ, то в этом году выявлено 335 подобных фактов. Из незаконного оборота изъято более 430 килограммов запрещенных веществ. К слову, это в 5 раз больше, чем за это время в прошлом году. И, как рассказал журналист Владимир Орловский, в большинстве случаев контрабанду сейчас провозят в грузовых автомобилях. Поставлена задача здесь, на этом направлении, конечно, поставить жесткий заслон правонарушения. Контрабанда – это наиболее болезненный вид нарушений, потому что несет большой вред. Причем пришла в этом году переориентация, так как движение легковых автомобилей небольшое через границу, физических лиц стало меньше пересекать из-за ковидной ситуации, но переориентировались на ввоз на грузовика. На прошлой неделе последняя партия мы выявили на украинской границе 8 килограмм гашиша марихуаны в кабине водителя грузовика. Везли как раз в Российскую Федерацию, ну, 8 килограмм – это где-то 30 тысяч доз. Поэтому здесь борьба с наркотиками у нас на первом плане. Но также, кроме наркотиков, и незаконный ввоз валюты, и оружие, боеприпасы, мы за этим всем очень тщательно смотрим, и здесь преграду ставим в ввозы в нашу страну. Кроме того, Владимир Орловский рассказал, что на встрече с президентом поднимался и вопрос очередей на границе. Чаще всего эта проблема связана с тем, что работа пунктов пропуска сопредельных государств не всегда ритмична. Особенно это наблюдается по литовскому направлению. В выходные дни скапливается приличное количество машин. Со своей стороны, белорусы стараются максимально ускорить прохождение границы, применяя современные технологии, упрощают работу электронное декларирование, пилотный проект и электронные очереди. К слову, они применены в шести пунктах пропуска. И сегодня Александр Лукашенко провел рабочую встречу с главой Национального олимпийского комитета. Центральная тема разговора, итоги Олимпиады в Токио и результаты, которые показала на главных стартах четырехлетия национальная сборная. Глава государства уверен, сейчас важно определить, как выстроить работу всей спортивной отрасли, чтобы на следующих играх показать максимальный результат. Президент настаивает, если в будущем хотим видеть наших спортсменов на пьедестале, выявлять работу с перспективными атлетами нужно, начиная с раннего возраста. Как и прежде, помимо руководства НОК, ответственность за это лежит на профильных министре и вице-премьере.